Я заботился об этом учебном заведении и собираюсь это делать впредь. У нас уже три года прошло и... Посидите, пожалуйста, я не закончу. У нас вроде диалог был. Слушайте, я... Вот, диалог потом, после информации. Я вам рассказываю о том, о чем вы не знаете. Далее, в 2012 году и насчет трех лет я могу ответить за год свою. Работаю, наверное, могу. К сожалению. За три года я работал в линейской администрации, не курировал эти вещи, не занимался. Без меня соотновались проекты, принимались соответствующие решения. Они тоже ошибочные, я бы на этом тоже слышал. У вас же были депутаты? Если бы я там не был депутатом, то проекта до скорого нет. Чудес не бывает. Замки можно строить только воздушные. В голове. Это очень серьезный объект. Для примера, чтобы больше не было подобных дискуссий, скажу. 38-я школа, муниципальные коллеги. Стояла сколько лет? Девятнадцать. Девятнадцать лет. Почти двадцать лет. Никто не мог ее сделать, потому что это очень серьезный. Владимир Дмитриевич, как понял, был мэром семь лет, пока сумел приступить к ее строительству. Не строили ее ни один, ни два года. Всем миром. Вы там классами закрываете, наверное, как у нас? Закрываем. Нет первого, нет второго, не будет третьего. Это не ко мне. Десятого. Это вам ответит образование. А насчет классов хочу вам сказать, что я чуть постарше. Благо по опыте. Когда я пришел в эту школу, на заре распада Советского Союза и независимой Украины, то там был один десятый и один одиннадцатый класс и всего три первых. По тем временам это был нонсенс. Потому что школы были наполнены на 1700-1800 человек. Это не микрорайон не давал учащихам.